В первом полугодии в Слонимский суд на рассмотрение поступило 93 уголовных дела, 585 гражданских, 877 административных и более 100 материалов. Нагрузка на одного судью в месяц составила 49,2 дела. Подробнее о статистике рассказывает председатель суда Слонимского района Александр Ермолик. Также Александр Иванович уже по традиции отвечает на вопросы слонимчан. Хорошо, что в плане уголовного судопроизводства судом не рассматривались дела об убийствах, о причине тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Это положительный момент. Также нашими зрителями затронут, постоянно затрагиваются вопросы, вот он предоставлен, как меняется ситуация с распространением в нашем городе наркотических и психотропных веществ, повлияла ли суровость наказания на создание тех, кто вовлечен в эту сферу. Также отрадно, что за этот период суд дела о преступлениях, связанных с распространением именно наркотических средств, это была часть 3 статьи 328, часть 4 статьи 328 Уголовного кодекса, таких дел в суде не было. То есть сказать, повлияла либо суровость наказания, я думаю, в большей степени на это повлияла та информационная работа, которая ведется в том числе и с вами, наверное, по всем телеканалам, всем средствам, массовой информации, интернете, доводится информация о том, что распространение наркотиков влечет суровое наказание. И судьба тех людей, которые становятся на этот путь, она довольно-таки плачевна. Что касается обычных потребителей наркотических средств, в принципе, поступило только 6 дел о делах и законных действиях в отношении наркотических средств. Это в основном хранение, перевозка наркотических средств лицами, которые их сами же потребляют. Поступил вопрос, когда супруги расторгают брак, кто чаще является инициатором и какова самая распространенная причина разводов? В общей статистике, напомним, порядка 70% дел о расторжении брака возбуждаются по инициативе супруги. Только 30% где-то, ну, может, даже меньше по инициативе супруга. Причин основной, ну, основная причина это в том, что между людьми пропало чувство любви и взаимного уважения. То есть сказать, что какая-то бытовая причина, какая-то там измены, игромании, злоупотребление спиртными напитками, все-таки это вот, это сопутствующие основания, которые стали причиной того, что пропало между людьми, вот эта вот та любовь, которая у них была и чувство взаимного уважения. Вот, наверное, так можно сформулировать причину, по которой расторгают браки. То есть нельзя жить и мучаться, может, скорее, ну, может, это не популярно будет. Если люди мучаются во время семейной жизни, вполне возможно, что лучше и расстаться, и наладить друг другу, ну, другую жизнь в семье. Ну, я, кстати, тоже так рассказывал, что примечательно то, что приходят люди расторгать брак, ну, то есть они уже, которые выдержаны, и где-то, ну, половина из них уже состоит в новых отношениях. Или супруг, или супруга, а часто и оба. И есть такие случаи, что приходят люди, которые расторгают брак, ну, юридически, а уже имеют и по двое детей, ну, от жизни с другими людьми. Вот этот, ну, пример, наверное, такой самый оптимальный. Идеально, конечно, да. Жить мирно, счастливо, ну, в это надо вкладываться. То есть я вот как, ну, человек, понимающий в этом, определяющий внимание, нельзя так вот, если семейная жизнь, она превращается в какую-то бытовую. Надо каждому из супругов уделять внимание другому супругу. Вот эта забота, она должна идти через всю семейную жизнь. И уже тогда вот, когда, ну, действительно видишь, вот приятно, смотришь, на лавочке сидят там дедушка с бабушкой, которым там уже по 80 лет, которые нежно держат друг друга за руку. Ну, они, ну, мило беседут, да, возможно, где-то бурчат друг на друга. Ну, в этом должен быть интерес. Вот именно это душевное тепло, оно должно пройти вот через всю семейную жизнь. Да, можно сказать, что брак удался. Следующий вопрос. Существуют ли предельные сроки рассмотрения уголовных дел? К примеру, некоторые рассматриваются около года, а человек все это время находится в изоляторе. Хороший это вопрос, актуальный, оперативность, это называется, правосудие. Это один из основных критериев качества судебной власти. Могу заверить наших телезрителей, случаи, чтобы по году рассматривались уголовные дела, особенно, которые, да даже вообще, в принципе, таких случаев не было в суде. Законом установлено, я вам расскажу, как проходит процедура рассмотрения уголовного дела. То есть существует три вида уголовного судопроизводства. Это заочное, ускоренное, ну и обычное. То есть по заочному производству суд поступает в дело, где человек признал вину и дал согласие на рассмотрение этого дела, в принципе, без его участия. То есть суд выносит приговор, судья, находясь один, никого не опрашивая, руководствует только материалами дела. Это в течение пяти дней происходит. По делам ускоренного производства уголовным, поступившего в суд уголовное дело, там же также человек признает вину, не участвует государственный обвинитель, только вызываются обвиняемые потерпевшие. Там суд должен назначить дело в течение, к рассмотрению, в течение пяти дней с момента его поступления в суд. И рассмотрение начинается после 14 дней, после назначения. То есть это вот 19 дней дается на первое судебное заседание. Ну а по обычным делам, это больше категория, то есть поступая дело в суд, судья должен с ним в течение 14 дней ознакомиться и назначить это дело к рассмотрению. То есть с момента ознакомиться и назначения не более двух недель. То есть максимальное время со дня поступления дела в суд до первого судебного заседания это 28 дней. Ну и далее дело должно быть рассмотрено судом такое в срок не более чем два месяца. В принципе мы вкладываемся по 95 или даже 8% в эти сроки. Но бывают дела, по которым суду надо назначать экспертизы. Есть объемные дела, по которым допрашивают свидетели. Есть вопросы и реализации презумпции невиновности, которые тоже постоянно интересуются. Здесь дел за эти полгода, чтобы оно находилось на производстве дольше трех месяцев, не было. Бывают случаи, когда проводятся длительные экспертизы в меняемости. Ну в последнее время, там 5 лет, я не помню, чтобы мы выходили за сроки рассмотрения дел более 3 месяцев. Ну и также следует учесть, что время содержания подстражей до суда, оно имеет ст. 75 Уголовного кодекса. Если назначается лишение свободы в общий режим, то засчитывается один к полутора дням. Суды бывают открытые и закрытые. А чем руководствуется судья, решая этот вопрос? Принцип отправления правосудия – это классность. Тоже 99% уголовных, гражданских, административных дел, они рассматриваются в открытых судебных заседаниях. В закрытом судебном заседании. То есть оно может быть определено только в рамках установленных законом. Уголовные дела в закрытом заседании рассматриваются крайне редко. Это дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. И дела, которые затрагивают личную, половую неприкосновесность. Например, это дела о безнасилованиях и прочее. Даже есть категория, ну наиболее часто рассматривается, когда в закрытом заседании может быть произведена какая-то отдельная часть. А остальное рассматривается в открытом судебном заседании. И в случае рассмотрения дел закрытых судебных заседаний, на самом деле, очень редки. Ну так же ставили, смотрю я такой вопрос, открытое-закрытое. Есть поступивший вопрос, как мы относимся к трансляции судебных заседаний через сеть интернет. Наверное, давайте мы ее дозавершим. Вот этот вопрос, очень интересный вопрос. Он массово педалируется, как недавно был в Казахстане в случае, когда там рассматривали какое-то высшее должностное лицо, совершившее убийство своей жены в открытом судебном заседании. В целом, властность, она у нас обеспечивается в судебной деятельности практически на всех уровнях. То есть все наиболее интересные резонансные дела, они освещаются в средствах массовой информации. Все вынесенные судом решения, они помещаются в базу данных. И оттуда, можно часто видеть, там пишут, суд принял такое-то решение. То есть это часто уже фигурирует в нашем. Решить вопрос, нужно ли транслировать онлайн в сети интернет судебные заседания, тут есть два момента. Один, он материальный, то есть для того, чтобы это сделать, нужно обладать определенным оборудованием. Ну то есть на это надо значительное средство. Вопрос, нужно ли это делать, не нужно, ну, вероятительность этого, ну, то есть он довольно открыт. Ну не знаю, я бы не тратил столько денег на то, чтобы разместить, ну, обеспечить возможность трансляции онлайн в сети интернет. Ну и второй вопрос, он более значимый. Во-первых, это обратно же, то, что освещается судебное заседание, это защита потерпевших, то есть если будут смотреть потерпевших, свидетелей, там, иных участников процесса. Ну и третий, наверное, такой вопрос, как бы само по себе судебное заседание, оно урегулировано, его стадия, не урегулировано нормами закона. То есть там есть стадия установления личности, разъяснение им прав, стадия судебного следствия. И вот в этой стадии судебного следствия есть такая, ну, такая, как бы сказать, стадия предъявления суду доказательства ввинением вины, стороной защиты невиновности этого самого. Ну и она бывает затягивается, ну, если там большое дело и на день, и на два, то есть это, она представляет собой такой, ну, момент, когда государственный вид, ну, по сути, оглашает письменные материалы дела. Иногда надо прослушивать, просматривать видео. То есть сказать, что вот эта вот сеть интернет, эта онлайн-трансляция, она будет интересна для обывателям, это не ток-шоу, там расследуется большое количество вопросов, ну, не скажу, что это будет сильно интересно. То есть все интересное, оно попадает в прессу и освещается. Поэтому вопрос открытый, он дискуссируется. Наши есть вот партнеры страны по Евразесу, тоже Казахстану, их это, да, разве это практикует? Возможно, и мы это будем делать. Председатель Слонимского суда продолжит отвечать на вопросы земляков. Ждите новый выпуск.